Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Новое лицо власти. Полпредпрезидента Михаил Бабич сегодня в областном правительстве представил в Рио губернатора Дмитрия Азарова. 10 лет на благо города. Телеканал Самара ГИС сегодня отмечает юбилей. 300 лет истории под землей. Самарским журналистам показали деревянный фундамент крепости на Хлебной площади. В самарских школах, больницах и детских садах сегодня начнут давать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Фурсов. Пролетариат это звучит модно. В Самаре прошла ярмарка вакансий рабочих профессий. В Самарской области новый руководитель. Сегодня Дмитрий Азаров представлен как временно исполняющий обязанности губернатора. Указом президента накануне он назначен на должность. Сегодня на официальной церемонии Дмитрий Азаров рассказал о планах работы и намерении опираться на опыт прежних губернаторов. Николай Меркушкин, который переходит в администрацию президента, сегодня пожелал преемнику успехов. Олег Зверев подробнее. Формально это знакомство с новым руководителем исполнительной власти региона. Хотя многим Дмитрий Азаров уже знаком по прежней работе. Указом президента России он назначен временно исполняющим обязанности губернатора. Этот статус сохранится до следующего сентября, когда пройдут всенародные выборы главы региона. Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич представил его общественности. Дмитрий Азаров вернулся в родную область. У него есть понимание, что нужно сделать, какие сегодня вызовы стоят перед регионом. А это прежде всего подготовка к чемпионату мира по футболу. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу одна из главных, но не единственной задачи. Новому главе области предстоит выстраивать дальнейшую стратегию развития. По словам Дмитрия Азарова, он намерен использовать опыт предыдущих губернаторов. Уважаемые земляки, я не раз был свидетелем того, что руководитель региона, завершая свою работу, получил, получал в свой адрес массу упреков и незаслуженных слов в спину. Я предлагаю, чтобы эту традицию мы закончили здесь и сейчас. Чтобы все, что сделано предыдущими поколениями, руководителями, уважалось и сохранялось. Приумножалось и именно это даст основу развития нашего региона. Николай Меркушкин, возглавлявший регион последние пять лет, переходит в администрацию президента. Он назначен спецпредставителем главы государства в Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Многим нашим землякам он запомнился прежде всего конкретными делами. С благоустройством различных территорий нашей области, городов, сел, появлением новых объектов. Таких объектов, которых нет даже в городе Москве. Это наши новые школы, которые открыты в этом году. Приемственность в развитии сельского хозяйства. Если помните, мы в свое время начинали, вот картофель, галшина фриза и так далее. Потом нас критиковали, говорили, что это неправильно. Николай Иванович, как человек грамотный, он это все подхватил и развил. И сегодня мы видим результаты этого труда. Поддержка промышленности колоссальная. Конечно, развитие инфраструктуры спорта, особенно детского. И то, что мы вошли в пул городов, которые готовятся сейчас к чемпионату мира, это тоже во многом его лобби и его заслуга. Памятный подарок от депутатского корпуса вручил спикер губернской думы Виктор Сазонов. Сам экс-губернатор поблагодарил, прежде всего, свою команду за сотрудничество и всех жителей области за поддержку. Он пожелал преемнику успехов в работе. Я хотел Владимиру Юрьевичу пожелать успехов. Он человек, на самом деле, самарцем известен. Он известен округу, округ его знает. Его знают, естественно, и в Москве, как активно в Совет Федерации. И у него все есть для того, чтобы все сделать так, чтобы через какое-то время можно было сказать, да, мы свою миссию все, каждый из нас выполнил. Спасибо вам. А на кабинете номер один областного правительства уже новая табличка. Олег Зверев, Константин Головин, События. День рождения, праздник не грустный. Телеканал Самураги сегодня отмечает свой юбилей. Десять лет первое городское телевидение оперативно и внимательно освещает все главные темы Самары. Почему этот день особенный, у своих коллег спросил Андрей Горгуленко. Телеканал Самураги сегодня отмечает свое десятилетие. Я, как самый молодой сотрудник редакции, отправляюсь к своим коллегам, чтобы выяснить, что для них значит этот праздник. Праздник для всех. Десять лет наши зрители с нами, десять лет мы с нашими телезрителями и дай Бог, чтобы еще десять раз по десять. Я думаю, что у нас зритель очень душевный, отзывчивый, потому что у нас очень много звонков поступает в нашу редакцию. И мы понимаем, для кого мы работаем и зачем мы это делаем. Я думаю, что мы еще не один год будем радовать наших замечательных телезрителей интересными новостями, сюжетами. Хотелось бы, чтобы мы вместе, всей командой, не коллективом, а именно мы были командой, и для телезрителя делали вкусный, интересный телевизионный продукт. Десять лет у телезрителей Самары есть городской телеканал, который всегда рассказывает о том, что происходит рядом, ведь что интересно каждому телезрителю, что произошло у соседа, что произошло на соседней улице. И мне всегда приятно видеть, когда мы ездим по городу, что в любой точке нашего города работает съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Телеканал «Самара ГИС» – это телевидение того города, где я живу уже больше полувека, где жили шесть поколений моих предков. Все мои папы, мамы, бабушки, дедушки, прабабушки, прапрабабушки и прапрапрадедушки. Десять лет для телеканала возраст солидный. За это время менялось многое, но одно остается неизменным. Редакция первого городского телеканала продолжает радовать своих зрителей актуальной информацией и самыми интересными темами, которые волнуют горожан. А теперь еще зрители могут и получать подарки, участвуя в розыгрышах в наших социальных сетях. Совсем скоро у нас тоже стартует огромный такой флешмоб. Подарки очень вкусные, подарки такие с символикой телеканала, так что это будет эксклюзив, и мне кажется, стоит побороться. А пока вкусным подарком порадовали себя сотрудники телеканала. Забирая по кусочку, редакторы, операторы, режиссеры, монтажеры и водители загадывали самые заветные желания. Но сладкий перерыв никак не помешал творческому рабочему процессу. Несмотря на то, что сегодня у нас праздник, сотрудники все равно находятся на своих рабочих местах. Потому что новости делаются каждый день, каждую минуту. И даже сейчас новый выпуск готовится к эфиру. Пять секунд до эфира. Внимание. Поехали. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Крепость в трехсотлетней истории. Археологические раскопки на Хлебной площади продолжают приносить сюрпризы. У крепости, которую нашли три года назад, в Самаре откопали деревянный фундамент. Строение 18 века было оборонительным рубежом города. Пока в 1851 году его не разрушили. Когда-то там бывал Петр I, а сегодня Андрей Горгуленко. Деревянный фундамент – это все, что осталось от глиняной крепости 18 века. Тогда, по мнению историков, это был край города. И крепость защищала от недоброжелательных соседей. Ну а фундаменту удалось сохраниться благодаря тому, что выполнен он из сосны – дерево, которое не боится влаги. Крепость возвели в начале 18 века после серии крупных пожаров в Самаре. На 200 метров восточнее самых первых границ города. Длина защитной крепости была 400 метров. Строили ее из земли. Такой материал имел множество преимуществ. Шла северная война. Денег не было, ресурсов не было. И поэтому решили строить крепость земляную. Это было намного дешевле. На востоке, на юге России, европейской части России, в борьбе с кочевниками, такие земляные укрепления были очень хороши. Весь участок раскопок на Хлебной площади – 732 квадратных метра. Сейчас грунт вскрыт на 500 квадратах. Здесь были найдены пушечные ядра и нательные кресты и монеты Петровских времен. Их пока не очищают, ведь можно уничтожить то, что поможет специалистам определить точный возраст находок. По документальным источникам крепость была основана в 1703 году. И, собственно говоря, цель этих раскопок – подтверждение самого факта основания этой крепости в данный временной отрезок. Затем все предметы будут переданы в музеи, а грунт продолжат скрывать для более глубокого и точного исследования и анализа сооружений. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В самарских школах, больницах и детских садах сегодня начали давать отопление. В соответствующее постановление подписал глава города Олег Фурсов. Речь идет только об отдельно стоящих зданиях. В учреждениях, которые находятся на первых этажах жилых домов, тепло поступит, когда подключит весь жилой фонд. Старт отопительного сезона в этом году запланирован на начало октября. Все встроенные, предстроенные помещения, которые сидят в домах МКД на первых этажах, а таких у нас много объектов, они не будут включены, пока не объявим отопительный сезон. Мы делаем упор на отдельно стоящие здания, больницы, поликлиники, дома ребенка, дома инвалидов. Более 60 неблагоустроенных участков выявили специалисты административной технической инспекции на территории города. Больше всего нареканий к Кировскому району. Почему за лето на пустырях ни разу не косили траву, выясняли на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Лариса Шалафаст продолжит. Там, где не ступала нога косаря, инспекторы административно-технической инспекции выявили более 60 участков, где ни разу за лето не проводился покос травы. Больше половины неблагоустроенных пустырей находятся рядом с жилыми домами. В лидерах по этому показателю Кировский район. Здесь таких участков 27. Сейчас остались объекты, вот 66 квартала и остались объекты в районе двухэтажек. Мы заключили контракт дополнительный на 10% от основного контракта месячника. Сейчас дальше заканчивают так, чтобы до октябряно все закончили. Также нареканий есть к промышленному, октябрьскому и советскому районам. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил разослать в каждый район письма и указать конкретные территории, где нужно в ближайшее время навести порядок. Отправляйте бумаги, чтобы они сделали до первого числа весь эту амброзию выкосили, там где нет закрепленки. Повторно проверить тогда, чтобы они отчет представили, что скосили, тогда пройти проверка. Ну хотя бы это будет действенная мера. Также инспекторы ГАТИ обратили внимание районных администраций на то, что вовремя не вывозят с ветки деревьев после плановой опиловки. Сейчас в городе 27 таких участков. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. 46 килограммов опасных веществ изъяли полицейские в Самаре с начала года. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в том числе совершают и те, кому нет 18. Способы борьбы с опасной торговлей и методы профилактики наркозависимости сегодня обсудили на совещании в Самарской мэрии. С подробностями Алина Чемерес. Любимой площадкой наркодилеров давно стал интернет. Сегодня в Самаре рассматриваются около двух десятков уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. В самом крупном из них 23 фигуранта, 13 эпизодов. По версии следствия, за время существования ОПГ через интернет-магазин сбытчики продали около 30 килограммов наркотиков. Сейчас предполагаемых виновников судят. Согласно данным полицейских, наркопреступность молодеет. И сегодня тем, кто продает наркотики, как правило, не больше 25 лет. Пока одни пытаются продать или купить опасные вещества, другие встают на борьбу с наркопреступностью. Затем, чтобы товар не дошел до потребителя, следят и добровольные народные дружины. Они выявляют размещенную на фасадах домов рекламу наркотиков, участвуют в задержании тех, кто делает закладки. Ведется мониторинг сети интернет на предмет подобного контента. В обязательном порядке еще выявляются места произрастания дикорастущей конопли и запрещенных растений. То есть в данный момент тоже выявляются. Каждый месяц составляются отчеты и отправляются в соответствующие органы. В городе большое внимание уделяется и профилактике наркозависимости в школах. Проводят тематические уроки марафона здорового образа жизни. Важная задача – работать с семьями, чтобы о вреде алкоголя, табака и наркотиков дети узнавали не только от школьных учителей, но и от родителей. На контроле и информационная безопасность, порой несовершеннолетние, становятся жертвами не только наркодилеров. Организована работа по изучению связи несовершеннолетних с интернет-сообществами, пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, а также противоправные и экстремистские действия. На 26 сентября 2017 года нами выявлено три подростка. Мы знаем образовательные учреждения. С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Поведение данных учащихся взято на контроль. Наркотики в Самару пытаются провести и из-за рубежа. С начала года таможня предотвратила свыше 40 случаев ввоза опасных веществ в регион. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Далее коротко о других событиях дня. Соединение противовоздушной обороны ЦВО было поднято по тревоге в Самарской области. Учения будут идти три дня. В них примут участие 2000 специалистов ПВО. Они будут отрабатывать различные задачи по отражению воздушной атаки противникам на критически важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противникам. Жуткое ДТП произошло в Самаре на 22-м партсиезда. Автомобиль ВАЗ буквально намотало на стол. Очевидцы выложили в сеть фото с места аварии, которая произошла в ночь на вторник 26 сентября. Удар пришелся на сторону водителя, был настолько сильным, что молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Самарские спасатели спецавтомобилем вытащили застрявшую машину рыбака. 80-летний мужчина обратился за помощью после многочасовых, безуспешных попыток самостоятельно выбраться из колеи. Он возвращался ночью с рыбалки, и его машина застряла на грунтовой дороге в Красноярском районе около села Калиновка. Используя буксировочный трос, спасатели вытащили застрявший автомобиль пенсионера на твердую дорогу. На достройку Софийского собора в Самаре направят 119 миллионов рублей. Строительство профинансируют по программе подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018. Сами работы ориентировочно будут закончены в 2018 году. По крайней мере, к этому времени должен быть готов фасад храма. Кроме того, предусмотрены в бюджете расходы на реконструкцию мечети на улице Алексея Толстого. Они составят более 19 миллионов рублей. Вопросы перепланировки жилья и ИЖС будут решаться на уровне районов. Передача полномочий произошла в рамках реформы местного самоуправления. В то же время Департамент градостроительства принимает документы по ряду муниципальных услуг. Так городские власти продолжат выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства и разрешения на строительство. Для удобства горожан организована горячая линия по телефонам, указанным на экране. Время ее работы с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30. Победить безработицу в Самаре возможно, если перераспределить человеческие ресурсы. Так считают в Центре занятости населения города. Сейчас на рынке труда востребованы рабочие специальности. Токари, слесари, строители и водители. Найти работу по душе и по запросам можно в ДК Победа на ярмарке вакансий. Дмитрий Разумов оказался без работы, попав под сокращение. Последний год перебивается случайными заработками. Рассказывает, найти работу сейчас очень сложно. Предлагают или серую зарплату, или вообще отказывают в трудоустройстве. Причина – возраст. Ему больше 45. Хочется, пускай поменьше зарплаты, но белая, чтобы была. Плюс к тому же, а хоть и было вроде указание, что без ограничения возраста, многие все равно придираются. О, 45 старые, о, 50, нам такие не нужны старые. На одной из мебельных фабрик Самары с дискриминацией по возрасту при приеме на работу вопрос решили давно. Главное для предприятия – это квалифицированные и дисциплинированные рабочие. Ведь мебель производят на современном эксклюзивном дорогом оборудовании. И сбои в работе на фирме не приветствуются. Мы с удовольствием берем людей, как и молодых, которые овладеют профессией, так и людей и 40, и 50, и даже 60. Мы обязательно беседуем с человеком. Мы хотим понять, что он, хочет ли он работать. Из офисного работника переквалифицироваться у простого рабочего – это очень сложно бывает. Мы показываем цех, мы показываем станки. Если у него есть желание работать и зарабатывать – пожалуйста. У нас официальный трудоустройство, и состоятельный срок у нас для всех – 3 месяца. Найти свое место в жизни обычно предлагают на ярмарке-вакансии. Они регулярно проходят в разных районах города. На этот раз Центр занятости пригласил 17 предприятий в ДК «Победа». 14 тысяч вакансий – больше половины по рабочим специальностям. Соискатели могли пройти собеседование в отделах кадров предприятий, здесь же на ярмарке. Кроме того, получить консультации у специалистов Центра – как быстро найти работу, пройти переобучение или повысить квалификацию. Из состоящих на учете граждан только треть работала по рабочим профессиям. Поэтому вот этот дисбаланс, который сейчас имеется на рынке труда, мы стараемся компенсировать проведением специализированных ярмарок-вакансий по рабочим профессиям. Список самых востребованных профессий в Самаре возглавляют пять специальностей – водитель, кондуктор, фрезеровщик, слесарь и токарь. И, как уверяют в Центре занятости, возрастной ценз, устанавливаемый работодателем, вне закона. Найти управу на нарушителей можно в суде. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязи договорились об отмене рууминга. Когда чиновники обещают исключить его из тарифов, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня потеряла в цене после резкого роста накануне. За баррель марки Brent дает 58 долларов 60 центов. Валюта дешевеет. Курс на 27 сентября. Доллар 57 рублей 51 копейка, евро 68 рублей 2 копейки. Золото стоит 2397 рублей, серебро 31 рубль 37 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 5 копеек. Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязи договорились об отмене рууминга. Чиновники обещают исключить его из тарифов уже в начале следующего года. Доля автомобилей российской сборки на национальном рынке превысила 82%. Эксперты говорят, что это максимальный уровень за всю историю авторынка страны. А в Самаре дешевеют поддержанные машины. Согласно данным онлайн-аукциона, средняя цена авто летом составила почти 411 тысяч рублей. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах. На сцене Уфа фестиваль «Волга театральная» набирает обороты. Жюри ежедневно отсматривает спектакли театров Приволжского федерального округа. Театр из Башкирии привез необычную постановку. Как говорят сами актеры, это не драматургия, а литература. Произведение Григория Горина, философское, с юмором, они представили на суд самарского зрителя. Была на спектакле и Марианна Мирная. «Улыбайтесь, господа», написал как-то Григорий Горин. Теперь эту мысль до зрителя доносит со сцены актеры драматического театра из Уфы. На фестиваль «Волга театральная» они привезли один из своих самых любимых спектаклей. И несмотря на уверенность в своих силах, волнение перед выходом на чужую сцену зашкаливает. Только приняв этого человека, оправдав его, все его мелкое, все его великое, только тогда ты сможешь присвоить его чувства и быть искренним в них. Спектакль мы этот очень любим, потому что у нас есть возможность в течение всего действия несколько раз побывать в многих ролях, в эпизодах. Мы, в принципе, рассказываем рассказы. Это не драматургия, это литература. Простите бога ради, еще раз извините, я как-то почему-то не улавливаю здесь юмора. Ну давайте рассуждать логически, ведь у больного болела голова, не так ли? Голова! Ну как же ты, повязка-то оказалась на ноге? Голова! Билетов на спектакли приезжих театров не достать искушенному самарскому зрителю по душе знакомства с новыми актерами и театрами. Комедия, во-первых, заинтересовала то, что, ну и сравнить выступления других актеров, не только самарского театра. Открыть для себя что-то новое, действительно узнать новое тело. Вдруг мы окажемся в их городе, из которого сейчас к нам приехали эти выступления, и будем у них там уже знать. Фестиваль Волготеатральный продолжается. Завтра будет новый день и новые спектакли. Итоги конкурса подведут 30 сентября. Мариана Мирная, Константин Головин, События. Положить на обе лопатки. В Самаре прошел 26-й мемориал Алексея Каранова. Спортсмены вспоминали на турнире известного куйбышевского тренера и мастера спорта. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Выиграть мемориал Алексея Каранова – дело чести любого молодого самарского спортсмена по греко-римской борьбе. Команда 1-й школы Олимпийского резерва выставила пятерых участников. Для многих это не первое соревнование в жизни, но хороший трамплин для серьезных побед. На наши соревнования стремятся люди попасть. Они довольно-таки серьезные, являются предподготовкой к основным соревнованиям. Начинали такие легендарные личности, как Алексей Мишин, олимпийский чемпион, Юрий Макеев, мастер спорта международного класса, Александр Карно, мастер спорта, призер первенства мира в городе Чикаго. Алексей Каранов тренировал куйбышевскую молодежь и детей в конце 20 века. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе организовал секцию в спорткомплексе «Спартак» на Ярошевского. Кроме чемпионов он воспитал и целую когорту тренеров, которые уже после него продолжили его дело. Основной наш девиз, который Алексей Иванович Каранов всегда говорил своим воспитанникам, я его запомнил, борьба – путь к победе. И поэтому те маленькие поражения, мы их называем маленькие, это первый шаг большой победы. И вот Алексей Иванович своим трудом воспитывал вот этот характер в человеке, волю к победе. В 26-м турнире памяти Каранова боролись 12-летние подростки, не только Самары. На ковер выходили представители греко-римской борьбы Оренбурга, Саратова, Уфы, Саранска и ее шкаралы. Всего 120 спортсменов. Есть определенные ребята, которые уже показывают хорошее мастерство, которые занимаются уже несколько лет. Есть, конечно, еще и послабее, но турнир заслуживает внимания. После мемориала Алексея Каранова сборные начнут готовиться к более престижным турнирам, первенствам ПФО и страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok